Гостиницу Гайкельхаус, расположенную в самом центре Гатчины и с видом на императорский дворцово-парковый ансамбль, продали против желания владельца. Торги по продаже права аренды здания провел 30 декабря 2011 года аукционный тендерный центр, специализирующийся на распродаже имущества должников. Победителем было объявлено ООО «Финанс», предложившее 3,3 млн. рублей за объект. Владелец компании «Петербургский юрист» Денис Качкин подтвердил, что стал единоличным владельцем отеля. «Покупку Гайкельхаус я делал в собственных интересах, посчитав стоимость, по которой выставлялся объект, и весьма привлекательный. Впрочем, уже в скором времени у отеля может быть новый владелец. Объект требует дополнительных инвестиций, поэтому не исключено привлечение соинвесторов или вовсе его продажа». Находящаяся в госсобственности здание памятник у Государственного лицея МОДа в 2002 году получила в аренду под реконструкцию компания «Эльин». Спустя три года «Эльин» передал право аренды в пользу ООО «Гайкельхаус». Бывшие владельцы здания с прошедшими торгами не согласны. Алексей Гайкель, учредитель «Эльина», ранее заявлял, что торги незаконны по нескольким причинам. В настоящее время проходит судебное разбирательство между собственником здания в лице Росимущества и компаниями «Эльин» и «Гайкельхаус». Одновременно арендодателем вместо лицея становится Росимущество, которое не согласовало переуступку арендных прав. Соглашения о передаче гостиницы зарегистрировано в ФРС не было. Другой причиной, по которой отель не может считаться проданным, Алексей Гайкель считает факт того, что здание является вновь выявленным КГО памятником и не может продаться с аукциона, а только с конкурсных торгов. Однако эти обстоятельства не смущают потенциальных инвесторов. Так, одним из будущих покупателей отеля может быть частный предприниматель Игорь Бурдинский, который отметил, чтобы отель заработал на полную мощь, в его развитие необходимо инвестировать около 1 миллиона долларов. Четырехзвездочный отель «Гайкельхаус» имеет 29 номеров разного уровня комфортности. В результате реконструкции полезная площадь здания была увеличена с 1,6 квадратных метров до 2 тысяч квадратных метров. Как рассказали БН, в самой гостинице сейчас она продолжает работать. Конфликт собственников и кредиторов на загруженности отеля не сказался. Татьяна Козырева, Роман Рожков и Дмитрий Маклаков.